МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Жлобине мужчина на протяжении нескольких часов угрожал сжечь себя заживо. Инцидент произошел в 16-м микрорайоне районного центра. Главный герой совсем не игрового спектакля расплескал в своей квартире бензин, облил им стены, мебель, одежду и сел на кресло в ожидании экстренных служб. Когда работники подразделения прибыли на место происшествия, то, естественно, попытались уговорить мужчину не совершать необдуманного поступка. Как рассказали сотрудники МЧС, хозяин квартиры взял в руки коробок спичек и грозился устроить в доме большой пожар. При этом он настежь открыл двери и окна в своей квартире, чтобы обеспечить поток свежего воздуха. На всякий случай жильцы дома были эвакуированы, в своей квартире покинули 12 человек, а спасатели тем временем смогли предотвратить попытку самосожжения. Сразу после этого мужчину, устроившего переполох, задержала милиция. Работниками МЧС при подаче воды из пожарного ствола был ликвидирован факт возможного поджога и дальнейшие действия по задержанию проводили сотрудники РОВД. Тем временем в Гомельском регионе со вчерашнего дня объявлен повышенный красный уровень пожарной опасности. Из-за жары, которая к концу недели, по прогнозам синоптиков, еще больше усилится, в лесах и на Торфяниках возможны новые очаги возгорания. По состоянию на 4 августа в области было зафиксировано пять пожаров в экосистемах. Два в Рогачевском и Хоникском, столько же в Ельском и Кармянском и один в Лоевском районе. Общая площадь возгорания лесов, торфяников и кустарников составила около 3,5 гектаров. В МЧС рекомендуют воздержаться от походов в лес, а также напоминают, что за разведение костров и несоблюдение требований пожарной безопасности нарушителей будут привлекать к административной ответственности. В Музыре водительская обеспеченность привела к гибели пассажира. Накануне с управлением своим БМВ в районном центре не справился 26-летний житель деревни Козинки. Его автомобиль съехал с проезжей части, наехал на клумбу и перевернулся. Как сообщили в ГАИ, после ДТП водитель сбежал с места происшествия. Очевидцы вызвали экстренные службы, так как в салоне авто, которое перевернулось, находился пассажир. 27-летнего мужчину доставили в реанимационное отделение, где несколько часов медики боролись за его жизнь, однако безрезультатно. Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Нарушитель задержан. Выяснилось, что ранее он был судим за кражи и угон автотранспорта. В текущей неделе нас порадует столь долгожданной жаркой погодой. Установится высокая температура воздуха. Следовательно, водителям хочется напомнить, что в такую погоду необходимо садиться в неприутомленном состоянии. Если вы почувствовали усталость, либо сонливость остановиться, выпить как можно больше воды. Также, когда на выходные многие соберутся к местам отдыха, категорически запрещают садиться за руль в состоянии опьянения. Также соблюдать скоростные режимы и правила обгона. Аналогичное ДТП с еще одним БМВ произошло позднее и в Светлогорске. Не справившись с управлением, на своей машине перевернулся молодой водитель. Вместе с пассажиром мужчина был госпитализирован. К счастью, обошлось без жертв. Инспекторов ДПС оснастят платежными терминалами для упрощения и ускорения процедуры оплаты штрафов. Внести платеж по административному правонарушению теперь можно будет и с помощью банковских карт. Система программно-аппаратного комплекса начала работать в Гомельской области, правда, пока в тестовом режиме. В полном объеме она будет действовать с середины августа. По данным госавтоинспекции, платежные терминалы будут установлены в 60 автомобилях дорожно-патрульной службы. Так что уже в ближайшее время отсутствие наличных не станет проблемой для оплаты штрафов по незначительным административным правонарушениям. В госавтоинспекции назвали основные из них. Нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлемов. Значит, нарушение управления транспортным средством в непрошедшем установленном порядке государственный технический осмотр. Нарушение правил остановки и стоянки. Иные нарушения правил дорожного движения. Также к данным нарушениям необходимо отнести это не предоставление преимущества движения пешеходам, совершенные в первый раз в течение года. И нарушение правил пользования мобильной связью. Обучение по использованию платежных терминалов провели сотрудники банка. Некоторые экипажи ДПС уже начали использовать новые оборудования. Пока не все патрульные автомобили снабжены такими аппаратно-программными комплексами. В планах ГАИ постепенное переоснащение абсолютного количества служебных машин. 60 терминалов – это та точка отправная, которую мы будем изучать тенденции с учетом перспективы развития данной системы. В случае, если мы будем видеть, что данная система нашла свою поддержку в обществе и среди нарушителей, мы будем наращивать данный потенциал. И все транспортные средства в перспективе будут оборудованы платежными терминалами. Показательный арест как дополнительная мера воздействия на подростков с целью профилактики наркомании и употребления спайсов. В здании отдела внутренних дел администрации советского района Гомеля правоохранители собрали около сотни учащихся из разных учебных заведений, чтобы не только рассказать о пагубном воздействии курительных смесей, но и наглядно продемонстрировать, какой путь уготовлен распространителям этих видов наркотических веществ. Для этих еще месяц назад рядовых студентов вчера были распахнуты все двери мира. Но сегодня они выбрали дорогу к одной единственной – железной, за которой теперь придется просидеть не менее 8 лет, чтобы вновь обрести утраченные возможности. Непосредственно нами было изъято порядка 200 грамм различных психотропных веществ и из незаконного оборота не дошло до окончательных потребителей порядка 120 закладок, которые уже были спрятаны. Показательный арест наркодилеров как наиболее эффективная мера воздействия на подростков. Некоторые из присутствующих – однокурсники задержанных. Арестованные студенты поворащались в криминальной среде всего несколько месяцев. Кто-то не пробыл в ней и двух дней. Перспектива заработать шальные деньги обернулась безысходностью, с которой теперь придется мириться в местах лишения свободы от 8 до 15 лет. Законодатель предусмотрел и внес изменения в Уголовный кодекс, в первую очередь ужесточил ответственность за незаконное распространение психотропных веществ, особо опасных, в частности спайсов, и увеличил санкцию стать и до 15 лет лишения свободы. За их изготовление, где предусмотрен место до 20 лет лишения свободы. Но в случае, если будет установлено, что в результате сбыта таких особо опасных психотропных веществ наступила смерть другого человека, то законодательным предусмотрена ответственность по части 5 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Блорусс, предусматривающего наказание сроком до 25 лет лишения свободы. Один из ребят на распространении закладок со спайсами успел заработать порядка 2000 долларов. Другие – не копейки. На вопросы прокурора, зачем им это было нужно, у каждого версия своя. Как говорят правоохранители, показательный арест не панацея, а лишь дополнительная мера профилактики, которая, возможно, лучшим образом повлияет на судьбу многих подростков. Ведь именно о них в проблеме наркотизации – наиболее уязвимое звено. Это нужно проводить, это нужно, чтобы все знали. Люди видят и делают выводы какие-то. Думаю, они больше не будут продавать. А чем последует заниматься вообще в жизни? Учиться спортом заниматься. С начала года в Гомельской области наблюдается рост преступлений, совершаемых молодыми людьми. К сожалению, динамика арестов за распространение и хранение наркотиков также растет. Подростки вовлекаются в наркобизнес по разным причинам. Но главное понять, что наркотики – это зло, которое лишает будущего. Спайс – это наркотик, характеризующийся тем, что он наносит довольно быстрый и непоправимый вред нервной системе. Разрушение нервной системы необратимо, причем даже от нескольких раз употребления этого наркотика. Даже бывалые наркоманы признаются – спайс – дурной наркотик. Реакция организма на него самая непредсказуемая. Человек может выброситься из окна или причинить себе травмы, абсолютно не контролируя свои действия. Первая затяжка может с легкостью оказаться последней. Что нужно делать, чтобы не вовлечься в употребление наркотиков? Сила воли нужна. Это во-первых. Почему? Я бывший наркоман вообще-то. Да? Да. То есть как ты отказался от этого? Сам. Сам? Да. Мне не нужно было лечения, ничего. Сам отказался. Сила воли больше ничего не поможет, в принципе. И еще посоветовал бы разорвать круг общения с теми людьми, с которыми ты начал это делать. То есть разорвать полностью. Потому что это люди, потому что эти люди, они будут тебя тянуть последнее в любом случае. И ты не откажешься, потому что сила воли, она как бы под наркотиками, она сама по себе подавленная. Сегодня на решение проблемы наркотизации молодежи власти не жалеют средств. В лаборатории Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области планируется поставить еще один комплект оборудования, позволяющего в кратчайшие сроки определять количество и вид психотропного вещества в образцах, изъятых у наркодилеров. Это существенно ускорит процесс расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Мы очень тесно работаем как с Управлением внутреннего дела, так и со Следственным комитетом. В случае необходимости назначается срочная экспертиза. И этот прибор в течение часа определяет изъятого образца, есть ли в нем запрещенные психотропные вещества. Кроме этого, у нас довольно хорошая компьютерная база с программным обеспечением. И мы можем отследить на изъятом компьютере все входы, выходы, все файлы, при помощи которых была реклама этого психотропа, либо продажа. Со стороны государства уже предпринято рекордное количество мер, направленных на противодействие наркобизнесу. Но без осознания проблемы населением и в первую очередь молодежью ситуацию кардинально не изменить. Ведь, как известно, спрос всегда рождает предложения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такой низкой воды, как в СОЖе этим летом, не припомнят даже ветераны рыбной ловли. С каждым днем берега становятся шире, а реки и озера – уже. Рыбаки шутят, что скоро не понадобятся и лодки. В некоторых местах, к примеру, СОЖ, можно перейти пешком. Напротив набережной в Гомеле уже давно пройдена минимальная отметка. Никогда уровень воды еще не опускался так низко. В дальнейшем дефицит осадков и жаркая погода, которая сложилась в данное время, обусловила спад уровней воды, в результате чего они оказались... Значит, на Днепре у города Речицы уровни воды достигли исторического минимума, а на березине у города Светлогорска, Бесидю, Силосветиловичей, СОЖ у города Гомеля, они оказались ниже исторических минимумов. По словам работников облгидромета, всему виной малое количество снега зимой. Слабый паводок, недождливая весна и лето. Осадков катастрофически не хватает. Июньские ливни слегка поправили положение, но уже сегодня счет идет на сантиметры. На реке Припять, совсем недавно двигаясь по фарватору, на мели сел прогулочный теплоход «Смелый». В спасательной операции по эвакуации пассажиров участвовал освод. Спасатели освод Мозорской спасательной станции пришли на помощь экипажу судна и где-то за несколько рейсов перевезли пассажиров прогулочного теплохода на берег. Там в основном были гости города Мозори, россияне. Всякий ход сухогрузов, барж и тому подобных плавательных средств пришлось приостановить до нормализации обстановки. В речном судоходстве надеются, что осенью дожди все-таки наполнят водоемы. А пока все внимание сосредоточено на отдыхающих. Жара, уверенный восвод, не пройдет бесследно. Совершая прыжки в воду, многие люди рискуют оказаться в травматологии. Ведь дно тоже изменило очертания. А рельефы водной акватории неохраняемых пляжей вообще непредсказуемы. Опасность еще заключается в том, что наши отдыхающие любят передвигаться по этим отмелям. Или так называемым косам, как их называют люди. По этим косам. Забывая о том, что каждая коса и каждая отмель на другие все три стороны заканчиваются всегда глубинами и ямами. И вот движение по косам может привести к тому, что человек оступается на глубину и после этого начинает тонуть. Уже было немало случаев в этом году, когда именно это движение по отмелям, по водоемам приводило к несчастью и гибели людей. На СОЖе ситуация с обмелением возникала и в 2002 году. Однако в 2015-м был побит рекорд за весь период наблюдений, которые ведутся более 100 лет. Критически низкий уровень держится уже второй месяц. Проблему планируют решать за счет возведения специальных сооружений, позволяющих регулировать уровень воды на отдельных участках рек. Но пока это малоэффективно, да к тому же дорого. Проектирование водозаградительных сооружений, скорее всего, вопрос долгосрочного характера. А в целом это должен быть каскад сооружений. И должно распространяться, допустим, не на областной город, а опускаться ниже. Доходить до Устейбе, Днепра и опускаться еще ниже. Для организации сквозного судоходства. Ведь в советские времена работал флот на транзите. То есть из Мозыря грузы шли на Гомель, из Киева на Гомель шли. Конечно, хотелось бы именно вот такого состояния реки. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова